всем привет дамы и господа с вами мэтт поляк по совместительству илья поляков сегодня у нас неожиданный обзор на вояжер гриммонка из серии powers of the primes почему неожиданный потому что я забыл у него сделать обзор оказывается и придется это дело исправлять вот наш гриммон вот его динамод ура что можно сказать по самому гриммонку сразу у него есть 11 наклеек на шее и в динамоде на углу и здесь на его хвостях и инсидум состоит из двух наклеек то есть наклеек всего 11 сказать что это хорошо нет конечно это не по тоже не могу не туда и сюда договориться то есть почему это могут и потому что спортицы через со временем если не обращаться это хорошо буду каноничность поддерживаю личность то есть 80 что наши подвижности это подвижная голова власть ручки на джойне обращаются на ноги в кальций вообще входит в кальций 360 и хвост тоже можно немного подвижаться вот поставим его в нормальном положении что входит в набор в набор входит две ступни для гештальта вот прикрепить мы их можем ему на ноги вот так хазбра задумали именно вот так то есть это смешно твои то что это вообще такое зачем это придумали я не знаю почему почему именно так почему не на спине почему не на хвосте раз оно есть это надо мне показать входит сила праймов ячейка я буду идти вот такая ее можно вставить как раз так вот в эту ступню вот таким образом ее можно вставить в пасть вот так это будет выглядеть немножко стрёмненько для гештальта и естественно входит коллекционная карточка коллекционная карточка крема символа нарисованная опять же отличнейший арт сделанным очень нравится и сзади написано все на пункте с гриммом на четверг языках если хотите можете снимать на паузу и перевести итак начинаем трансформацию гриммомка в комбайн мод именно серединку гештальта в его тема закрываем пасть опускаем ее раскрываем шею и отгибаем ее на две части назад рассоединяем нижнюю часть стены и поднимаем ее кверху вот таким образом проворачиваем руки и вот тут вот защемки очень аккуратно вот именно здесь защемки потому что они очень жесткие и можно ненароком сломать сгибаем руки на двойный изгиб и вот там вот вставляем их в паз и с другой стороны тоже самое вот это вот эти части шеи мы их крепим здесь что делаем с хвостом выпрямляем хвост обвиняем кончики хвоста рассоединяем отделяем полностью ноги выпрямляем вот этот элемент проворачиваем ноги и крепим здесь разворачиваем раз два раз два три вот в такое положение приводим каждую здесь получается ног хвоста и ноги останутся на фоне открываем открываем оп цепляем и сзади прикрываем вот такой комбайн мод у нашего грибка вот таким он будет ну можно засунуть ему съемку правилов как я говорил в пасть потому что мы должны пасть приподнять немного полностью его открыть засунуть его туда прикрыть ну вот так вот это будет немножко странно ну в принципе пойдет и теперь начинаем трансформацию в робо мод прячем гонок гештальт и гонка я не кусок открываем эти закрылки снова раскрываем ему шею вот она головок риммака отцепляем таз тема возвращаем в исходное как оно и было и напрямляем ноги проворачиваем на эту сторону и просто посоединяем руки и закрываем кисть то есть все то же самое в обратном порядке только кисть еще умигаем ну и вот кривник готов взглянем на скульпт ну вот такая гонок такой скульпт в принципе выполнено анонично то есть черная вся гонок и красная прожектор гонок будем так называть что насчет подвижности гонок ну гонок естественно да что ж такое гонок гонок естественно на 360 градусов она на бонжуэне вот она может немного приподниматься и немного тратиться в сторону руки как я уже говорил могут на 360 в стороны вращаются в коленях сгибаются удается кисти никак кисти вот такие есть такие есть есть вращение бедер ноги вперед назад ну вот за этого элемента сильные ноги в стороны вращаются в коленях в коленях сгибаются в принципе вся подвижность небольшой косяк в данной фигурке то что он выглядит так как то ему не успели что-то докачать то есть ноги у него выглядит странно потому что но длинная нога все основание со ступня вот здесь колено то есть вот этот элемент мне кажется он короткий он бы чуть-чуть чуть-чуть подлиннее соотношение каких-то размеров руки или ноги тема ну как-то выглядит странно то есть у него получается ноги почти такой же длины что и руки выглядит странно еще большой косяк у данной фигурки это вот ненадежное крепление его груди то есть при малейшем каком-то движении там руку отвести или потянуть ее вот это вот все будет расходиться и держится как бы вот я не сжиман там нет ни защемок ничего просто вот пазы такие и все мы можем прикрепить ему вот эти ступни на руки вот таким образом вот так это будет выглядеть что ж сравнение размеров роста гриммака с разными вояджером и лидером то есть вояджер и лидер итак вояджер власти танцы литон гальватрон гальватрон несмотря на то что тоже вояджер он на голову выше гриммака почему так мы все не знаем опять же если бы гриммак у него были вот эти элементы длиннее но они были одинаково просто далее лидер класс комбайн wars ультра магнус с апгрейдом киоу кубян бау кор 17 писем магнус большой итак подведем итоги обзора на гриммака подводим итоги фигурка гриммака очень неоднозначна по той простой причине то что ну всем советовать ее невозможно объясняю некая деревянность в подвижности из-за кистей почему потому что могли бы сделать их на бон джойне и они бы также хорошо закрывались ничего бы не мешало но они также могли бы вращаться то есть это я считаю небольшим косяком или просто недоработкой и ленью хазбра косяк с его грудью то что она может легко рассоединиться косяк с отношением длин рук и ног то есть ноги должны быть подлиннее но несмотря на все эти косяки то есть фигурка в динамоде просто бомбическая потому что поставив 5 динамодов в одну шеренгу это выглядит круто это выглядит очень необычно экономично это выглядит по дживановски то есть очень интересная фигурка внимание именно динамода комбайн мод интересен тем что необычное необычное у него строение и в принципе это новый монт придуманный то есть и это не просто какой-то ремонт чего-то это полноценный новый монт данной серии но и косяк с тем что в динамоде стук не крепится на ногах но это выглядит странно вот в общем всем спасибо что посмотрели данный обзор зашли на канал зашли на видос подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях ваши впечатления о данной фигурке если она у вас есть можете написать свое впечатление всем спасибо всем пока и